привет 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 песеры с вами морж 18 июня у нас на календаре и я знаю что я на сегодня обещал обзор грязмана и он практически уже был готов но я молодец и я вчера удалил записанные файлы и восстановить их не смог короче мне доигрывать придется все заново обзор был готов уже процентов на 90 так что мои так сказать извинения обзор будет завтра я яс я сам не знаю как у меня так получилось вот поэтому сегодня поговорим в принципе о игроках которых нам ввели в понедельник спец карточки эпики посмотрим как чего куда качать ну и что она в принципе предлагают за наши деньги напоминаю полезные ссылки в описании закрепленном комментарии если тебе хочется донатить на эти паки то пишешь мне в личку в телеграме с российских карт на мобилочку я могу тебе с этим помочь начнем пожалуй со специальных карточек ну я вам вчера принципе это говорил тут выделяется испанец выделяется сабаслай выделяется караска ну это выделяется полу выделяется полу не выделяется есть гилмор который в принципе если качать по центрального полузащитника будет в теории сотка но опять же ну вот вроде как у него сотый рейтинг да по статам в игре будет показывать 96 ну вроде бегает выносливость балансик есть в защитку что-то умеет пасек присутствует дрибла присутствует с одной стороны и придолбаться вроде не к чему с другой стороны да блин у нас таких игроков вагон и маленькая тележка плюс конечно маленькое количество навыков то есть ну если ребят вы уже делаете на это я конечно к нами обращаюсь если вы уже делаете усиленные карты но сделайте им 10 навыков сделайте их такими чтобы человек даже не поймав эпика но потратив свои деньги был доволен ну я бы по крайней мере поступал так по собаслаю тут сразу видно что он больше атакующий хотя ему дали стиль дирижер то даже если усилитель позиции ему как бы сделать то типа он 84 of но 85 атакующий полузащитник под апозе шника его само собой и стоит качать не взирая на стиль пусть играет как игрок без стиля номинально мы получаем 101 апозе шника с дриближкой с хорошим пасом умение атаковать для апозе шника вполне пойдет тут реализация единственная хромает но пушечный удар бегает нормально выносливость есть балансик ну чё-то нарисовали хотя редко такое видно чтобы баланс потом тоже и баланса с условно особо не выделялся и корпуса особо не было вот то есть все таки что-то одно из них обычно выделяет за здесь ну не то не все ну балансе хоть какой-то да по навыкам аналогично 8 навыков почему-то зажали 2 причем один из них способности капитана который да можно сразу грубо говоря вычеркнуть вот эластика тоже мне писали блин да я использую но пишут это в основном люди которые играют на пока и не консолях вот на мобилке чтобы использовали эластика я если честно видел последний раз когда это записывал обзор как делать эластика вот вот тогда я последний раз видел как делается эластика на мобилке неплохая карта да опять же придолбаться ни к чему и дрибла и пас и скорости сила удара ну чуток реализации не хватает подкрутка хорошая но опять же его надо обмазывать навыками чтобы он хорошо себя показывал а будете ли вы тратить на него навыки которых и так не так много ну я я не буду по крайней мере так испанец испанцы доставь лайк если знаешь откуда это корсары на века девяносто девятый опозе девяносто восьмой центральный она тут тоже в принципе по центральному полузащитника можно качать будет сотом до номинально но стиль якорь опять же на центральном полузащитнике не работает тут уж сами выбирайте для цпзшника конечно не умение атаковать не реализации чистый распасовщик дриблер хотя кое-что умеет защиту наверное все таки лучше его опорником оставлять потому что ну с таким умением атаковать реализации цпзшник впереди особо не поможет здесь защита становится получше по навыкам 338 но при этом и верховое главество и подкат и перехват и боевой дух что там блокировщика не хватает до акробатического выноса ну если прям в защиту его качать и тоже ну вот середнячок нет для для опорника кстати хороший показатель дриблинга опорники обычно менее менее дрибли вы назовем это так скорость ускорением для опорника нормас в защиту умеет но чтобы вставить его в основной состав я считаю что нет караска левый полузащитник вот все что я не могу сказать абсолютно не умеющий в защиту как по мне лпзшник все-таки должен защиту уметь ну потому что он должен помогать собственно левому защитнику проводить оборонительные действия своей команды этот не умеет от слова совсем так что скорее это левый нападающий ну вот по статам с пасиком с каким-то с какой-то реализации умением атаковать но абсолютно не умеющих защиту такие себе такие себе не знаю канами вроде они с одной стороны любят зарабатывать деньги а с другой стороны что-то у них это не сильно получается ну то есть при той базе которая у них есть вот можно было это делать интересно интересней ладно алонсо у нас от сборной испании был он у нас и дирижером и якорем и дирижером и якорем больше кроме дирижера якоря не был никем у нас в этот раз дирижер значит опять же он 85 как центральный полузащитник 84 как опорник ну с очень плохим умением атаковать наверно все-таки качал бы я его как центрального полузащитника стиль на нем работать будет дирижер на цпзшки работает накидываем буст накидываем тренера получаем номинально 102 цпзшника в игре будет показывать соточка в защиту для цпз вполне нормально на выносливость тоже кое-какая есть пушечный удар и тут опять же типа зачем вам этот пушечный удар для опорника который янук вперед идти не будет скорость ускорением ну такое себе при этом великолепнейший пас и более-менее контроль дрибла и удержание внутри блинга тоже особо не нарисовали 72 реализации 72 умение атаковать 84 подкрутки смотришь до 102 но по сути как как использовать отдавать им пасы и и защищаться то есть вот вот его две вещи которые он сможет делать нормально по навыкам боевой дух есть перехват защиты дальние подкрутки ладно низкий пас навесом пас касания подкрутка шведкой после вразрез пасноход подкат ну в принципе пасы все три есть да у нас пасноход пас касания пас разрез низкий пас навесом есть я бы еще ему точность подач добавлял перехват подкат есть можно блокировщика было бы ему поймать дальние подкрутки есть наверно дальние удары то есть если он будет все-таки цпзшником сила удара 92 наверное дальние удары ему очень даже пригодятся барадона марадона вот он вот он вот он представлен у нас от на поле был у нас классической десяткой и атакующими атакующим полузащитником вот стал ада был еще оттягиваешь оттягивающимся форвардом в виде биг тайма ну хорошо значится 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 опять же смотрим на тепловую карту назовем это так как атакующий полузащитник по статам изначально он восемьдесят шесть как оффик он восемьдесят восемь поэтому под офика скорее его качать и стоит ну и понятно у марадоны все таки есть кое-какая реализация накидываем буст накидываем тренера номинально получаем 105 оффа 102 он будет показываться в игре значит по силовым показателям выносливости для оффа нормально баланс идеально сила удара норм скорость ускорением отлично подкрутка хорошо вполне себе 88 для оффа очень даже штрафные может быть он у вас будет бить может кто-то другой реализация 86 умение атаковать 88 вполне себе пойдет идеальная дрибла ну и по снизам 84 есть то есть подыграть нормально тоже сможет по прокачке-раскачке честно ну это типа статы которые прям считаются для оффа по своей прокачке я бы дриблу снимал где-то до восьми я вам ну то есть вы видите эти четыре статы сюда забрасываются дрибленных удержания даже не увеличиваются вот то есть они они уже перебраны вот увеличивается только контроль мяча этого за кучу за кучу этих очков тренировки мы особо ничего не получаем поэтому ну какой какой как бы смысл поэтому дриблу я бы до 8 точно точно бы опускал и того я получаю 12 свободных статов я могу пас поднять я могу удары поднять то есть увеличить ему реализацию я ему даже могу поднять ускорение баланса умения атаковать я могу мы поднять скорость выносливости силы удара тут конечно каждый уже будет решать из вас сам но на 12 статов до 12 статов я получается могу поднять на 4 какую-нибудь восьмерку либо 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 допустим поднять пас вот так вот до паса низом 89 паса на весом 82 но у меня два стата блин всего 400 то все он остается но поднимать ему корпус а на самом деле почему бы и нет почему бы и нет добавить его прыжка игра головой хотя ну блин какой смысл с его ростом то так ладно сейчас пас уберем может как-то поинтереснее можно сделать так так ты внутри была уж точно нет удары увеличить реализацию подкрутку либо ускорение с балансом и умением атаковать давайте так сделаем два вот сюда вот так вот до 6 статов у меня остается 4 все-таки в пас ну и последний статую все равно одевать некуда закинем ему в корпус чтобы у меня оставался вроде один нет нет а нет не оставалось ров ровненько все ушло да как я понимаю да вроде ровненько все ушло и того получил бы я точно так же 105 of a номинально в игре показывался бы 103 спас низом 88 отлично умение атаковать 90 для of a отлично и реализация и ускорение 97 хороший рывок балансик все дела по навыкам акробатика вот к двойным касанием дальние подкрутки низкий пас навесом хитрос марселька подкрутка шведкой пас на ход но я принципе вчера еще говорил ему обязательно уловить удар без подработки тут вообще без вариантов остальное чисто по желанию и как вам будет удобнее играть ну и пирло последние дико имбовые карточки когда ему можно прокачать атакующего полузащитника я это показывал то есть даже вот самая обычная карточка его иконик ну бывшая икониковская да вот это вот все смотрите делаем усилить позиции он 96 опозе шник качаем его под apz ставим ему тренера и мы получаем 106 опозе шника но типа с дриблищей спаси щей с реализи щей с подкрутящей с выносливящей из баланса щей ну и совсем вот этим вот к сожалению сейчас как карта которая у нас представлена не представлен он вот такой вот от сборной италии и от ювентуса как клуба здесь атакующего полузащитника прокачать нельзя поэтому я бы качал его естественно под центрального полузащитника стиль дирижер работать будет накидываем усилитель накидываем тренера получаем 106 цпз шника опять же с дриблищей спаси щей с подкрутящей умеющего в защиту очень даже неплохо бегать будет сила удара присутствует баланс есть выносливость есть отличный центральный полузащитник до реализации с умением атаковать будет немножечко не хватать вот но что поделать что поделать здесь у нас будут хорошие передачи и очень даже надежные защитные действия так опять же тут 12 аж у нас ушло в пас ну очень дорого мне кажется паса низом и паса навесом 98 97 и так хватит 12 статов у нас свободных и того до стремительность на удар удар у него вообще не прокачаны реализация да так раз два три четыре нет четыре мы в удары в любом случае уложим чтобы реализация была 76 и подкрутка 95 это в любом случае восемь статов у нас остается то есть что-то мы еще можем поднять что-то мы еще можем поднять а что поднимать а хрен его знает что поднимать смотришь на это все наверное два стата я бы кинул в ускорение умение атаковать и в балансик четыре стата у меня остается до свободных то есть я допустим могу еще удары на двушечку поднять или ускорение можно еще на 12 стата свободных вот так вот чтобы ускорение было 80 и баланс 90 ну и единичку все равно бы до запихнул в удары и того я получаю 106 центрального полузащитника в игре будет показывать 101 дрибла супер пас низом супер подкрутка защита сила удара баланс умение атаковать реализация хотелось бы больше но что имеем что имеем так удар подъемом дальние подкрутки низкий пас на весом пас касания подкрутка шведкой точно с подачи длиночный контроль пас на ход значит не хватает паса в разрез не хватает не хватает чего у нас финта какого-нибудь не хватает вполне себе можно ловить в принципе дрибла нормально вывезет дальние подкрутки есть дальние удары само собой надо будет поймать но остальное по вашему желанию честно хорошая карточка да все три хорошие алонсо в принципе нормас и барадона в принципе нормас под основной состав и пирла нормас то есть если у вас есть возможности то конечно я вам советую этих всех ребят ловить вот тем более сейчас у них есть еще и приписках клубу что конечно нас не может не радовать такое мое мнение свое можно написать в комментарии еще раз извиняюсь по поводу обзора на грязи в ребят завтра обязательно будет если нужны монеты моя личка в телеграме в общем все как всегда на этом обращаюсь с вами был морж до новых встреч пока пока пока